Возраст бойца 177 см У него возраст 20 лет Возраст вес ровно 70 кг Сегодня у него профессиональный дебют Стиль, который практикует боец ММА Из Владикавказа, Осетия Азаман Газаев Рой из бойца в красном углу 181 см Возраст 22 года Вес 70 кг 100 кг Профессиональный дебют Практикует бокс Из Грозного Ахме Ибрагима Уважаемые телезрители Мы идем дальше Это третий поединок Ис 7-30 Янги Голлс 5 Писовая категория 70 кг 300 г Азаман Газаев против Ахмеда Ибрагимова Азаман Газаев 20-летний спортсмен 177 см его рост Базовый вид смешного единоборства Сделает бойцов клуб Ирон Владикавказ, Осетия, Россия И его соперник Ахмед Ибрагимов 181 см его рост 22 года Этого спортсмену Базовый вид спорта бокс Клуб Беркут Грозный, Чеченская Республика, Россия Максим, сразу в глаза бросается То, что, да, насколько же Ахмед Ибрагимов Вот визуально превосходит своего соперника в физике Вот согласитесь со мной Вот чисто по фактуре он своей превосходит соперника Базовый боксер будет очень интересно посмотреть Я целиком полностью согласен Такое ощущение, что он даже на другой весовой дивизион выступает И чуть выше для вас, уважаемые телезрители Расскажу о том, что, значит, какой официальный вес был На официальном взвешивании у двух спортсменов Знаете, левая рука какая великолепная сейчас была Левый джеб, левый сбоку И чувствительный Ибрагимов Сместился сразу же назад, оттянулся Все время приходит и оттягивается Приходит к бойцу, своему оппоненту и оттягивается Справа попадает сейчас Ахмед Ибрагимов Была попытка со стороны Газаева чуть ранее отвлечь его для прохода в ноги Да, и вот проход получается И первый проход за ним, и тейкдаун за ним Пропустил тейкдаун как раз базовый боксер Ахмед Ибрагимов И здесь боковой контроль И что будет сейчас придумывать как раз оба дебютанта, напомню, дорогие друзья Наши бойцы именно в этом поединке И смешных на бой, что для них первый бой Сейчас выходит стойку Поднимается все-таки Ахмед Ибрагимов И еще небольшой удар пропускает справа Пытается опять пройти в ноги Его оппонента из Северной Осетии Азамат Газаев Не получается Попытка бэкфиста была от Азамата Газаева Но не попал, не дошла до цели А такое ощущение, что Ахмед Ибрагимов выцеливает соперничную Да, это действительно так Я с вами согласен, но Сламбек и пытается как раз попасть тяжелым разящим ударом справа Хорошая защита тэкдауна Да, вот сейчас была как раз защита И сейчас колени используют Ахмед Ибрагимов в клинче В область туловища И защита Защита в клинче у клетки И здесь Нужно придумывать уже Здесь очень много вариаций Как возможно действовать Прежде всего здесь нужно работать на ногах плотно И стоять устойчиво При этом смещаться И сейчас перешли в фазу другую уже Центр клетки октагона Занимают два бойца И первый атакует как раз Ахмед Ибрагимов Да, видно, что спортсмены переваривают Такое начало поединка Двойка, но не пришелся удар в цель Вот попытка прохода Уже более откровенно идет Азамат Газаев Вперед Сам сейчас в разрез мог пропустить Ахмед Ибрагимов Справа Оба сейчас промахиваются пока во всех ударах своих собственных И это, конечно же, нужно отметить хорошую защиту у обоих Но опять же Тейкдаун второй в первом раунде За Азаматом Газаевым Более подготовлены на встречу И по инерции, да, Ахмед отдал ноги, так сказать Боковая позиция Сайд Маунт Что отсюда придумает Азамат Газаев Пытается оттянуться от соперника Попытка занять позицию Боковая позиция Заправить ноги не удается И вот Здорово Вот здесь действует Ахмед Ибрагимов Великолепно Хороший захват За туловище Бросок Такой, знаете В стиле классической борьбы Греко-римского стиля Да, да, да Великолепно было Попытка перехода на ногу Со стороны Азамата Но Здесь вот Какие действия Я к вам как раз обращаюсь Соломбек Потому что вы действующий боец Напомню И при этом Журналист ЧГТРК Действующие боецы Которые особенно Базовый борец И Греплер Что сейчас Ну здесь понятно Пытается как раз Газаев сделать Ущемление Ахилла Да, но Ноги Ногами не контролирует Он своего соперника И поэтому Ахмеду удалось подняться Задача Ахмеда Естественно Не давать Контролировать себя ногами Замкнуть замок Азамат пытается Ударами Отвечь И вот переход Скручивания пятки Это уже более опасно Конечно Это очень опасно Оба сейчас пытаются Скрутить пятку На самом деле Нет Качественного замка И нет Тех самых Предплечьев Вот этой жесткой части Уже нужно Это все осуществлять Я просто Чуть-чуть Имея короткие знания От Федора Емельяненко Получал их В свое время И вот он Эти нюансы Объяснял Очень подробно Здесь очень Ключевой Как раз является Именно Какой частью Ты этот захват Осуществляешь Если ты Ты должен Костью максимально Свои надавить Для того чтобы Болевой эффект Как раз создать И вот этого не было Ни с одной Ни с другой стороны Если мы говорили Там об ущемлении Ахилла Сухожили Не было качественного Как раз ущемления И в потенциале Следующий прием Пытались осуществить оба Как раз включение пятки Тоже Выполнен качественный Не был Поэтому и эффекта И тот и другой прием Не принесли Но здесь Базовый вид Напомню У Азамата Газаева Смешное единоборство Два прохода В ноги И тейкдауны За ним были По первому раунду Ну и Пытался он в партере Как раз осуществить Что-то Которое там Отдаленно Напоминает Сабмиссион Но не получилось Отзвечался Как раз Ахмед Ибрагимов Боксер базовый Напомню вам Дорогие друзья Его-то шанс Как раз Это в стойке Попасть Попасть через левую руку Раскрыв своего оппонента Ударив как раз Справа Разящим Тяжелым ударом Потому что с левой рукой У него все в порядке Она быстрая Такая Фехтовальная Хорошая Истинная боксерская рука Которая должна быть Передней рукой Для того чтобы раскрыть Своего оппонента И уже Тяжелым И разящим И Точным ударом Завершить поединок С правой Потому что видно Что такой Явный правша Как раз Ахмед Ибрагимов Часто сейчас в боксе Меняют стойки Из левши в правшу Из правши в левшу Переходят И многие Бьют с двух рук И вот здесь у Ахмеда Явный заряд На правую руку Как раз Да Несмотря на изначально Заявленные базовые виды Видим Насколько Да Оу Бэквист Развитый Бэквист Попадает Бэквист Ахмед Ибрагимов Скоет Правда И тут же пропускает Действие Точно От Газаева Попытка Смотрите Ножниц Коленями И тут же Навстречу Он может сам Так бросаться Конечно нельзя Ахмеду Ибрагимов Потому что Он может пропустить В разрез Справа Уже парочку раз Прилетала совсем рядом От Азамата Газаева Правый на правый Насколько Оу Бэквист такой Насколько я знаю Максим Это один из самых опасных Да ударов Правый на правый Да конечно Да Это сооткновение Двух масс В одной точке И Этот поединок Конечно для обоих Может завершиться Тяжелым нокаутом Если такое произойдет Либо для одного из Потому что Кто-то первый Все-таки успевает ударить И Тот который Попадает первым Естественно выигрывает Потому что Кто пропускает Оказывается Чаще всего в нокауте Вы действительно Такой момент Очень тонкий Заметили Асланбек И тут же сейчас Бой переходит В фазу Попытки Перевести его В нижний этаж Как раз Осуществить тейкдаун Делает это Эту попытку Азамат Газаев Первым От колена В корпус Неплохо Защищался Ахмет Ибрагимов От этого прохода Смотрите Сейчас Ахмет Ибрагим Смотрит В сторону Своего угла Что подсказывает Оттуда И проходит Все-таки И осуществляет За счет зацепа И хорошей подсечки Очередной тейкдаун В свою сторону Азамат Газаев Все-таки Осетинская школа Вольной борьбы Она в действии Как мы видим Очень качественные Проходы от Азамата Да Я уж думаю Что все-таки Вот базовый вид Его смешные наборства Он указал В карте Но все-таки Я думаю Что в детстве Занимался парнем Вольной борьбой В Осетии Однозначно Да Если он из Осетии Я думаю Он не мог Не заниматься Как раз Это как борьба В Дагестане Так и в Осетии Две борцовские державы В России Вот здесь любопытно С бокового контроля Что будет делать Азамат Газаев Что он будет предпринимать В этом случае Не дает ему На самом деле Многого Что предпринимать Его оппонент Из клуба Беркут Ахмед Ибрагимов Попытался он сейчас Быстренько Все-таки подняться Не получилось Ну и вот В таком положении Для себя сейчас В защитном Находится И Здесь важно Не пропустить Такие очень Тяжелые удары Которые могут прилететь Ну и естественно От контроли Встать Подняться Пытается занять позицию Бэк-маунта Азамат Да Вот С первого раунда Эта попытка Пока у него Не увенчалась успехом Ахмед поднимается В стойку Сейчас попытка броска Удар с правой На выходе Да Удар с правой был И здесь Левый сбоку Попадает точно Ахмед Сам Опять Ринулся В очень яркую Быструю атаку Сам Мог пропустить Удар Но сам Опять же По-моему Все-таки Первым попал Левым боковым И сам Пропускает И сам Левый сбоку И в свою пользу Аперкот Потом сразу же Боковой Такой сдвоенный Удар Получился Левый по печени Скачки Бьет Ахмед Ибрагимов Вроде попадает По туловищу Но не Зацепил он Точно Печень Правой Нижней Потреберь А вот сейчас Смотрите Попытка То ли гильотины То ли Анаконды Наш прославленный Боец Михаил Малютин Очень грамотно В таких ситуациях Использует Длину рук свою Как раз Вспомнил его Почему-то сейчас Да-да Вот Анаконда Как раз В этой позиции Действительно Выполняет Великолепно Кстати Михаил Малютин Он Очень много Занимается В залах Вольной борьбы И даже Выступает По вольной борьбе Напомню Миша сам является Базовым боксером Да Насколько я знаю Кандидатом Мастера спорта Да Да Возвращаясь к поединку Да Контроль Тейкдауна не было Это контр Контр прием Такой получился Накрыл Ахмед Своего соперника Да И впервые В этом раунде Занял позицию Сверху Так сказать Пытается пройти Охрану Но Концовка Остается за ним В целом Не знаю Как Оценивать этот раунд Но очень динамично Динамично работает Ребята Видно что Ахмед Заряжен очень Да Вот кстати Сейчас я Дорогие друзья От Асламбека Услышал такой термин Охрану Мы часто Комментаторский цех Который комментирует Это смешные Смешные единоборства Говорят Гард Вот гард С английского Естественно Переводится Как Та самая Охрана И Вот сейчас Я впервые Услышал Чек Который Комментирует Бои Именно этот термин На русский язык Почему все Потому что Сламбек Бадаев По-моему то что Он является Здесь еще журналистом Он Выступает По грэплингу И Где-то уже Наверное На русский манер Термины переводятся Да у вас Да Такой На более простой Манер Так сказать Ну Максим Вот Прошло два раунда Если да Подводить Некий Итог Этих двух раундов Как вы оцените Насколько Дебютанты Проявляют себя Кто предпочтительнее В ваших глазах Я думаю Как раз Именно В целом По правилам Ведения Смешного поединка Как раз Был Предпочтительнее По Двум раундам Все-таки Азамат Газая За ним были Тейкдауны И все Они были за ним За ним За ним были За ним был Тут же контроль После тейкдаунов Он не отпускал Своего оппонента За Ахмедом Было низко попадание В стойке Но я вам скажу Что и в этом случае В стойке Азамата тоже Несколько раз Приложился Очень хорошо Особенно с левой руки И пару раз В разрез справа Так что По-моему По итогу Двух раундов Все-таки Они были За Азамата Колизей Начинает поддерживать Местного бойца Своего Своего Да И Максим Вот вы говорили Что Колизей Заполняется Вот мы видим Что сейчас Он уже Вполне себе заполнен Да Вполне себе И я думаю Что он Будет надеяться По крайней мере на это Что на Оу Здесь обмен С правой на правую Будет надеяться На то что он Все-таки В итоговых боях В мейн-карде Это пять Крайних поединков Он заполнится Наполовину Как минимум Хочется По крайней мере В это верить Потому что Мы знаем Что в Чечне Любят единоборство Невероятно И многие занимаются Различными видами Единоборств Ну и культ Единоборств Существует В Чечнской Республике В городе Грозном Поэтому очень хочется На самом деле Увидеть аудиторию Которая Не просто болеет За своего Но еще и Является ценителем Искусства Искусства Под названием Смешное единоборство Да Сегодня Зрителям есть На что посмотреть Очень Зрелищные поединки Дебютанты Стараются Проявить себя Со всех сторон Что-что В желании Конечно им трудно отказать И вот сейчас Посмотрите Ахмед Ибрагимов Переворачивает соперника Свип Так называемый Переворот И пытается Провести добивание Работа у сетки Оттягивается От своего соперника Молоточки пошли уже Да Вот эти молоточки Хаммерфисты Так называемые Хорошие Сейчас были Со стороны Как раз Ахмеда Ибрагимова Здесь как раз Тут же идет борьба Другая Это Несколько Представителей Организации ACB Борются уже С болельщиками А это как раз Та тема Которая была поднята Различными Специалистами После Варшавского проекта ACB 29 Что Очень много Ненужных Угловых Присутствует И секундантов Которых Стоит много И они все Советуют разное И делают это В эмоциональном стиле И Как раз Вот то ключевое Которое необходимо Услышать бойцу Чаще всего Боец сам не слышит Это кстати В потенциале Я приведу слова Конкретные Магомеда Раисова Который будет драться У нас В одном из главных боев Пожалуйста Смотрите Добивание От Ахмеда Ибрагимова Чувствует Чувствует Что проиграл Два раунда Кстати Максим Из угла Тоже подсказывает Что Ты проиграл Два раунда Теперь нужно Идти ва-банк Что Он не делает Представитель Бойцовского клуба Беркут Наверное Его в этом поединке Устроит только Досрочное завершение Боя Ну да Либо он должен Просто Раскрошить Всю оборону Азамата Газаева И Деклассировать Его в этом раунде И тогда В этом случае Есть шанс Содержать победу В целом По ходу поединка Потому что Все-таки Первые два раунда Явно они были На стороне Азамата Газаева Здесь Азамат Только в защитной Функции Пребывает Его маневры Они видны Он пытается Конечно же Сблизиться Максимально И не дать По себе попасть Здесь смотрите Делает он действиями Змеиными Возможность Значит Минимальную Сокращает Эту возможность Чтобы по нему Попали Достаточно сложно И точно Но при этом Смотрите Вроде бы Действия есть Но ударов Точных Нет в голову Такие уклоны Своебранные Со спины Очень грамотно Кстати Азамат Газаев По себе не дает Попасть точно И прицельно Двигаясь Из лево Вправо Справа Влево Так вот По змеиному Как я назвал И чувствуя момент На самом деле Это же на уровне Чувствительность происходит Ты чувствуешь Дыхание тела Своего оппонента Корпус Голова Корпус Голова Да Вот по корпусу По туловищу Несколько раз Ахмед Очень хорошо Приложился Ахмед Ибрагимов Но не хватает Точно подали в голову Как раз Максим На ваш взгляд Возможно ли Оценить такой раунд Со счетом 10-8 Это на боксерский Манер Так сказать Когда явное преимущество С одним нокдауном Сейчас посмотрим Чем он закончится Этот раунд А так в целом Да Если человек Один из бойцов Доминирует Максимально В раунде И просто не дает шанса Встать даже в стойку И попробовать Осуществить контр действия Конечно же можно Я думаю Но здесь мы Вот сейчас смотрите Поднимает как раз Виктор Корнеев Бойцов В стойку И сейчас посмотрим Что будет происходить в ней И раунд-то все-таки Еще не завершен Поэтому Как будут оценивать судьи Здесь справа И слева попадает Азамат Газаев И тут же справа В дополнении В размене Да, такая троечка Еще раз справа Через руку попадает Азамат Газаев И сам пропускает справа И тут же попадает В размене Потрясающий поединок Мы с вами Дорогие друзья Великолепный третий раунд Супер заряд Сороны двух бойцов И жесткий обмен Мы видим Дорогие друзья И уважаемые телезрители Буквально в концовке В размене И осуществляют Этот бой Парни Но вот здесь как раз Концовка-то и по точности Она была Наверное на стороне Азамата Газаева Хотя я вам скажу Дорогие друзья Все-таки пропустил Несколько очень жестких ударов В размене И Газаев От Ахмеда Ибрагимова Но Он был по-моему Все-таки более точен Когда в размену Оба парня встали И просто Стык-встык Кто кого И на характере Обменялись любезностями Максим Очень понравился Этот поединок Потому что Да вот В отличие от двух первых Первый-то быстро завершился Тут было и желание Но тут были и функциональные возможности Все три раунда Да В такой динамике Показали полный спектр наборов ММА И работу со стойки И борьбу вольную Вот единственное Может где-то не хватило Грэпплинга Так нами любимого Но Желание у ребят было Интересно, конечно Ну да Грэпплинг Это попытка выхода На сабмишн На удушающий Либо болевой Да Мы помним Что в первом раунде Была попытка На сабмишн выйти Сороны Азамат оказал В большей степени Но Там По-моему Не так все это Качественно было выполнено А так в целом Конечно бой Очень классный был И я вам скажу Что уровень Энергии Уровень заряженности Двух бойцов Просто восхищает И Конечно Ахмед Ибрагимов Нисколько в характере Не уступил И даже показал Максимальный Воинский дух Для того Чтобы все-таки Постараться одержать победу Но Но Сейчас послушаем Да Все-таки Азамат Газаев Раздельным решением Судей Раздельным решением Судей 2-1 Ну и Давайте по честности Признаемся Слабе Все-таки Он Чуть-чуть больше Заслужил ее Потому что По первым раундам Он имел все-таки Небольшое преимущество Посмотрите Как реагирует Ахмед Ибрагимов Как истинный воин Не согласен с решением И при этом Готов Всегда продолжить Еще этот поединок Хотя Менялись Любезностями Очень серьезно По ходу этого боя Ну и Азамат Газаев Конечно Как истинный воин Тоже благодарит Публику В легендарном Колизее В Грозном Наверное Чуть более Целостным бойцом ММА Оказался Азамат